Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием Boneworks. И сегодня мы постараемся вытащить вот его. Как будто мне средний палец показывает. Счастье, у меня нет кастетов около стач-контроллера. Вытащим человека подобного NPC для песочницы, Форда, собственной персоны, кем являюсь, собственно, и я сам. На самом деле, мы так похожи. Какого черта тычешь в меня? Прекрати это дерьмо. Мы не должны ссориться, у нас общие гены, понимаешь? А теперь нажми вон ту кнопочку. Вон ту. Слушайте, я могу на самом деле и сам дотянуться. Ладно. Или нет. Чуть-чуть буквально не хватает, как будто разработчики все продумали. Так, а если я возьмусь вот так одной рукой? Да не мешает мне. Ладно, возьму его руку также. И... Тебе нужно лишь немножко сместиться. Вот, наклонись. Правильно. Так, ты уже близок. Еще немного. Молодец, дай пять. В общем, капсулу с Фордом можно найти в локации данжен. То есть в темнице, в тюрьме, называйте как вам угодно. Вот здесь, если посмотреть наверх в этой камере, мы можем здесь увидеть некие прутья, по которым можно подняться наверх. Именно там нас и ждет машина для переработки, для сохранения различных предметов. Кстати, заодно возьмем сейчас топор и тоже его сохраним. Так, в инвентарь сюда положим. Берем ключик, он нам тоже понадобится. Мы уже в курсе, где находится сама капсула. Мы, кстати, возможно, и сюда сможем попасть. Интересно, что в этом ящике. Я надеюсь, необыкновенные огнестрелы, а что-то более ценное и редкое. И вон там у нас есть проход. Именно в этом месте мы сможем обнаружить нашу капсулу. Так что осталось лишь решить, как мы туда, каким образом мы туда залезем. Для начала, я думаю, эту платформу в любом случае придется сместить. Нам же потом как-то выйти еще нужно будет. Так, вот сюда сдвигаем. И на этот раз мы воспользуемся снова, наверное, той доской. Так, ну... Нормально. Все, этого будет достаточно. Итак, теперь мы возвращаемся назад. Ты живой? Я рад, что ты жив, братишка. Не пугайся, не пугайся. Все нормально. На этот раз у меня нет в руках топора. Так, перепрыгнули сюда. И давайте теперь посмотрим. Ну, очевидно, нам придется... Так, что-то с рукой происходит. Очевидно, нам придется на вот эти вот балки заползать. Похоже, как-то перепрыгивать. А, или хотя вот сюда можно... Да что ж такое? Рука, успокойся! Хотя можно вот сюда и, да, по краешку залезть в ту сторону, а потом каким-то образом перепрыгнуть. Сомневаюсь, на самом деле, что получится. Ну, ладно, давайте попробуем для начала залезть на вот этот выступ. Это единственная пока что моя идея. Надеюсь, она хорошая. Так вот, как только подтянуться... Здесь достаточно проблематично это сделать. Можно ухватиться сразу за выступ. Руки скользят! Куда одной рукой держаться вот так вот? Ладно, давайте попробуем перевесить вот сюда, в эту сторону. Как раз и осмотримся. А, слушайте, труба есть по трубе, можно туда залезть. Да, я как раз на нее в прошлый раз и смотрел. И там тоже есть какой-то проход. Значит, нам нужно лишь постараться залезть на этот чертов... На эту чертову платформу каким-то образом. А дальше уже дело техники. Ладно, давайте сделаем немного по-другому. Мы возьмем эту платформу и сместим ее максимально в сторону. Направо. Затем мы запрыгнем на трубу и попробуем сверху как-то спрыгнуть на эту платформу. Таким образом мы будем наверху, а дальше останется ухватиться за выступ. Так, аккуратно. Так, вот здесь. Да, отлично. Смог вот теперь. Нам нужно каким-то чудом прыгнуть туда. Может быть, замедленную съемочку включусь? Может быть, это нам поможет? Сомневаюсь. И... Нет. Вот сюда, в принципе, я могу забраться. Тогда можно было бы... Я башкой цепляюсь, кстати. Можно было бы, наверное, и подъемник не смещать. Но мне кажется, я все равно не допрыгну никак. Да, вот здесь я хотя бы головой не особо цепляюсь. Так, я все-таки забрался. Забрался наверх теперь. Нужно как-то залезть вот здесь, наверное. Да, это не так просто, как я думал. Так, ну и теперь надо как-нибудь запрыгнуть на выступ. Я даже не знаю, с чего начать. С этой стороны, наверное, лучше с этой стороны. Но... Как туда залезть? Так, тихо-тихо. Я сейчас могу упасть еще вниз. Так, ладно, давайте сместимся. Проблема в том, что подняться я здесь не смогу ни хрена. Немного здесь повисев и отточив свое мастерство, я получил очень важный навык, который позволяет как раз-то забираться на выступ. Нужно лишь воспользоваться правым стиком для того, чтобы поднимать ноги, сгибать колени. То есть правый стик отвечает у нас за приседания. И вот таким вот образом... Да, отклоняясь стик вниз, мы забираемся. Так, теперь выгибаемся, поднимаемся. Потихоньку. Вот кто-то спрашивал по поводу комфорта. Если вы на протяжении получаса и больше будете вот этим вот заниматься, вас, мне кажется, точно выкачает, потому что даже меня немного подташнивать начинает. Нет! Твою мать! И все заново! Да, это гораздо сложнее, чем я думал. Может, просто сохранение скачать со всеми NPC открытыми? Мне кажется, надолго меня не хватит. Рано или поздно мне бомбанет. Если я запрыгну с этой стороны, допустим, вот на этот уступ будет проще прыгнуть, но дальше-то что? С этого уступа перепрыгнуть туда вряд ли получится. Очень вряд ли. А дальше залезть никак. Так, невозможно вообще. Так, ладно, запрыгиваем снова на трубу. Я запрыгнул. Я скольжу. А дальше-то что? О-о-о. Я скольжу, и похоже... Да, ну вот нужный ящик именно там. Другого пути сюда нет. Проблема в том, что я дальше-то не смогу вообще никак запрыгнуть. Ладно, давайте что-нибудь попробуем сделать. Охватиться здесь негде. Вот здесь пробежать? Да вы шутите? Просто издевательство какое-то. Я еле сюда запрыгнул. Это жесть! До последнего. Ладно, просто пробегаем. Фух. Я чуть... Я чуть не упал сам. Это было, ну для меня, по крайней мере, очень сложно. Так, ну и наш заветный ящик. Я очень много времени потратил на это дерьмо. Что у нас здесь еще? Ну больше ничего толкового. Ну теперь можем со стороны осмотреться. По-другому. Может сверху как-то можно попасть. Или вон оттуда перепрыгнуть сюда. Но что-то мне кажется, это было очень маловероятно. Больше у меня идей никаких нет. Так, ладно, спускаемся. Дорогого стоило его спасти. Так, помещаем сюда. И теперь нам нужно возвращаться. Нам еще выйти с этого уровня не забывайте нужно. Необходимо сохранить весь наш прогресс. Так, а для этого... Мы сейчас что-то запрещали. Я думаю, что здесь было. Мечи и пауки. С прекрасной проекцией. Для этого нам нужно подняться наверх. Через нашу камеру. Просто так схватиться не получится. Можно поставить ведро. Но оно слишком маленькое. Господи, мужик, не пугай меня так. Есть стульчик. Давайте возьмем стульчик. Стол также можно подвинуть. Но я не уверен, что стол сюда залезет. Сначала со стула начнем. Может быть, два стула поставить как-то. Есть два стула, как говорится. Так, прыгаем. Ай! Нас... Ту. Давай, раз-два взяли. Так, ну хотя бы не мешайся. Ну так я его запереть, наверное, смогу. Сюда. Во, отлично. Так, теперь перевернуть было бы неплохо. Так, вот он мне немножко уже помогает. Он начинает понимать меня. Поминать, хотел сказать. Поминать он будет мне позже. Когда игра вылетит, например, в ответственный момент. Так, ну как вы думаете? Мне кажется, не сработает. Надо все-таки перевернуть этот сраный стол. Давай, держи. Ничего, этот говнюк мешает. Так, ну почти дело было сделано. Это у нас совсем немножко. Во! Отлично. Теперь мы запрыгиваем на стол. Стол-то не развалится. К счастью, не развалился. И каким-то образом нужно схватиться. Вот так. А теперь лезем вверх. Прощай. Скорее всего, я не вернусь. Мы весело с тобой проводили время. Хотя, большую часть времени это не мешало, скорее. На самом деле, не так просто, похоже, подняться. А, нет, нормально. Ничего не вижу. Осторожно. Главное не упасть. Да, ну с противоположной стороны мы, соответственно, выходим. Слушай, мне кажется, действительно можно допрыгнуть. Если постараться. Это гораздо будет проще, чем карабкаться. Так, ладно. Здесь у нас, кстати, еще какой-то ящик. Ну-ка, давайте воспользуемся нашим топориком. Может, в этом ящике что-то тоже интересное. Нет, к сожалению, абсолютная пустота. Ладно. Сохраняем в таком случае топор. Сохраняем нашего форда. Он нам дорого обошелся. И больше ничего мы здесь сохранить не сможем. Сейчас я разбегусь. Попробую прыгнуть. Разбегаюсь. Прыжок. Ну... Можно что-то придумать. Может быть, оттуда на этот выступ получится прыгнуть. Но тоже нужно тренировать, похоже, прыжки. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально? Нет, не нормально. Ладно, у нас есть запасной ящик. Хватит смотреть. Уходи. Твою мать, я и сам упал. Так, ладно, еще страшно. Поднимаемся. Ладно, знаете что? Я положу палку теперь сюда. Наконец-то. Да. Этот челлендж, конечно, заставил меня немного попотеть. Наконец-то. Мы сохраняем весь прогресс. А, вот и он. С собственной персоной. Чего мне только стоило Тебя спасать. Так что Должен Ну, показать что-то интересное. Давай. Так, это мы выключаем. Так, неплохо. Это неплохой удар. Я ему немного помогу. Чтобы было попроще. Давай, я сбил его с ног. Добивай. Бей ногами. Ну, ему смешно. По крайней мере, Ему весело. Он весело провел время. Дай пять. Может быть, шар ему понравится. Слушайте, он нападает и на шар. Да, этот шар действительно создает голограмму. Слушайте, по-моему, шар разозлился даже немаленько. Что-то он странные звуки какие-то начал издавать. К сожалению, он не спавнит ликвидаторов. Да, просто катается и издает ужасные страшные звуки. Боже мой, что у него там происходит. Так, ребята. Я вас заспавнил, чтобы вы атаковали вон его. Атакуйте этого чемпиона. Увидели, что он сделал с вашим другом? Так, ну похоже, он так и будет охотиться за этим шаром. А шар, в свою очередь, будет просто от него укатывать. Так что мы, пожалуй, воспользуемся ремудром. По-моему, они между собой. Там какая-то потасовка, смотрите. Да, с чего это вдруг? А этот смотрит и наслаждается боями. Не хватает только грязи и бикини. Я озвучил его мысли. Так, он стал на меня нападать. Давай, прикрой меня, братан. Отличный удар. Теперь я тебе помогу. Да, я на самом деле не планировал тебе помогать. Просто сделал вид. Ладно, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok